Привет! Сегодня мы поговорим о такой животрепещущей теме, как поиск партнера для совместной жизни. Очень непростая тема, потому что связана со многими серьезными последствиями в дальнейшем, в случае неудач. Поэтому сегодня мы обсудим, как вообще Тора смотрит на всю эту ситуацию, чем должен человек руководствоваться в поиске для себя партнера, чем пользоваться и вообще, как в дальнейшем стоит развивать отношения. В современном мире принято знакомиться, пытаться узнать человека и попробовать совместно жить, пока не станет понятно, что люди друг другу подходят. Если люди пожили вместе и поняли, что они друг другу не подходят, они расходятся, не оформляют отношения и ничего такого. С точки зрения Торы, это не совсем правильный подход, потому что, если люди живут вместе, то они, в принципе, уже могут считаться мужем и женой. Соответственно, у них есть все обязанности перед друг другом, и в случае расставания они должны по-человечески развестись. То есть это недостаточно того, что пожили без обязательств, и это нормально. Это ненормально, потому что, во-первых, когда люди не принимают на себя обязательства, они в конечном итоге не могут узнать, подходят они друг другу или нет. Во-вторых, когда люди живут вместе, все еще как бы оставаясь под вопросом, подходят им это или нет, понятно, что совершенство просто так найти не получится. Люди меняются постоянно, и если человек думает, что вот мы сошлись вместе, мы полюбили друг друга, будем жить вместе, нам будет хорошо, а когда нам станет совсем хорошо, мы поженимся, это может совсем не привести к этому результату, потому что в процессе совместной жизни люди меняются. Даже не только то, что вот мы узнали друг друга получше и поняли, что мы друг другу подходим или поняли, что не подходим. Даже в самом процессе просто совместной жизни у человека происходят разные события в жизни, на работе, в семье, просто физически какие-то могут проблемы возникнуть, человек все время меняется. Даже просто из-за изменения в стране человек может измениться, стало меньше денег, человек поменялся. С таким подходом человек никогда не найдет для себя идеального человека, потому что, наверное, идеальный человек тоже ищет кого-то похожего, который будет ему полностью подходить. Это напоминает анекдот, когда ребенок приходит к родителям и говорит, хотел у вас узнать, неприемный ли я ребенок. Родители ему отвечают, говорят, а ты думаешь, мы выбрали бы тебя? То есть человек думает, что он идеальный и ищет себе идеальную пару, или знает о каких-то своих недостатках, соответственно, на них как-то откликается. Но с таким подходом найти идеал очень сложно, и сложно себе представить, что с таким подходом человек когда-либо остановится. Поэтому человек может найти себе пару, прожить вместе 5, 10, 30 лет, а в конце концов понять, что, а, что-то, короче, это все-таки не мое, это не то, что я искал в своей жизни, и, в общем, до свидания. Тора смотрит на институт семьи немножко по-другому. И есть, во-первых, некие духовные как бы моменты связи между мужчиной и женщиной, то, что только вместе мужчина и женщина создают как бы такую полноценную ячейку общества, и мужчина без женщины и женщина без мужчины, они как бы не раскрывают полностью свой потенциал, потому что у каждого из них свои задачи в этом мире. И когда они вместе дополняют друг друга, пусть они могут быть разными или одинаковыми, тем не менее, когда они вместе выполняют как бы совместную работу, совместно влияют на этот мир, тогда можно сказать, что вот человек начинает полностью как бы раскрываться, раскрывать свой потенциал. Хотя иногда человеку кажется, что это наоборот, но это не так. И поэтому семья — это не просто как бы такая штука, что вот людям, они любят друг друга и живут вместе, а это намного более глубокая и комплексная история, которая строится не только на любви, а на многих других взаимоотношениях, обязанностях друг перед другом. И семья — это процесс, это процесс того, что люди строят между собой отношения, а не то, что вот они полюбили друг друга, расписались в ЗАГСе или устроили какую-либо другую свадьбу, процедуру какую-то, да, и после этого считаются мужем и женой, и вот все, да, теперь каждый обязан что-то делать, жена должна готовить и думать посуду, муж должен зарабатывать деньги и как бы все, да, и обязаны любить друг друга. Пришел с работы, лег, чешешь пузико и, в общем, тебе все приносят, да, или каждая страна как на это смотрит. На самом деле так это не происходит. И так же, как люди друг друга добиваются в начале отношений, то же самое все эти процессы, они продолжают происходить в семье. И если человек не будет давать другому внимания, выказывать к нему свою любовь, уважение, стараться заработать эти чувства в глазах своего партнера, то понятно, что все эти чувства угаснут, потонут в рутине и просто не будут сами по себе гореть. Поэтому, как бы, семья строится не только на любви, хотя, конечно, любовь это очень важное связующее звено в этом. Мы видим, что раньше тема разводов, она была намного более такая, скажем так, не то что запрещенная, но очень негативно имела отношение в обществе. И дойти до развода было не так просто. И, как бы, общество относилось к этому с большим осуждением. Сейчас это очень легко, да, люди там не нравятся, развелись и все. Как бы, у каждого, там, по два-три брака в прошлом. Это очень печально, потому что это, ну, как бы, вообще, в принципе, во многих странах мира институт семьи очень сильно дискредитирован. И люди не понимают вообще, зачем это и что это. И, в принципе, если человек думает, что семья нужна ему, вот, для какого-то, там, удовлетворения своих потребностей, это не так. Потому что, ну, если быть честным, человек может свои многие потребности удовлетворять и без семьи. И семья — это тяжело, это вообще, это супернелегкая история. Если есть дети и прочее, как бы, обязательства, это все очень сложная история. Но, тем не менее, если человек хочет по-настоящему реализовать себя в этом мире, не просто делать то, что ему нравится, будучи не связан ни с какими обязательствами, по-настоящему влиять на этот мир и менять его в лучшую сторону, так как Бог от него хочет, то для него это путь семьи. За редкими исключениями, когда действительно, как бы, человек выбирает для себя другой путь, связанный с реализацией какой-то идеи, в котором его семья будет его ограничивать. Но это действительно путь для очень редких личностей, и не надо думать, что это обязательно относится к вам. В общем, если говорить о том, что семья — это более сложная история, то здесь нужно понять, какую вещь. Если человек собирается построить семью на каких-то вещах, которые ему нравятся, то есть вот люди пробуют пожить вместе, видят, что они друг к другу подходят по характерам, по своему жизненному раскладу, по общим каким-то интересам, музыка, книги и прочие вещи, своим отношениям к каким-то вопросам. Если человек хочет на этом построить свою семью, то он на самом деле ходит по очень тонкому льду. Потому что если это будут отношения, которые будут зависеть от этих вещей, от вещей, которые в нашей жизни постоянно меняются, то нужно понимать, что как только они изменятся, то и то чувство, которое у тебя на них строилось, оно тоже отвалится, оно пройдет. Если человек любил другого человека, потому что он красивый, а красота, как мы знаем, к сожалению, с возрастом уходит, если не меняются наши представления о красоте, если это не та красота, которую мы пытаемся постоянно видеть в другом, а если это какие-то вот общечеловеческие, в данном обществе принятые стандартные красоты, они меняются, и меняется красота самого человека, люди стареют. Или человек может получить травму или что-то еще. В том случае, если это произойдет или когда это произойдет, то если чувства человека строились вот на этом, то по сути он любил не самого человека, а его красоту. И когда человек лишился этой красоты, то чувство улетучится в тот же момент, если человек не создал для себя какие-то другие аспекты взаимоотношений. Поэтому, если мы говорим о построении семьи, то очень важно, чтобы люди строили свою семью на каких-то ценностях, которые не будут меняться со временем. Например, на ценностях Торы, на том, что человек в своей жизни собирается делать, ради чего он вообще пришел в этот мир. Если у людей общий подход таков, как они видят свою самореализацию в этом мире, то тогда, что бы ни случилось, эта вещь не изменится. Принципы, на которых строится мир, не изменятся. Не изменится отношение Творца к этому миру. То есть, если люди строят свои отношения, например, на желании помочь другим людям, на желании создавать что-то хорошее, что-то прекрасное, на том, чтобы помогать другим людям, сделать этот мир лучше, воспитать детей, постараться дойти до максимального соответствия замыслу Творца, пытаться, ну, как бы, двигаться в постижении желания Всевышнего и в поиске того, что Всевышний от тебя хочет, это вещи, которые не изменятся. И если человек строит свою семью на этих вещах, то есть оба человека, и мужчина, и женщина, руководствуются в плане того, что для них важно во взаимоотношениях, этими принципами, то они не изменятся. И человек может на этих принципах создавать такие отношения, которые не будут зависеть от того, что произойдет с красотой, с деньгами, с жилищем, со здоровьем и так далее. Но если человек строит свои отношения на том, что переходящее, я не говорю о том, что все, если у вас там отношения построились на каких-то вещах, которые были временны, ну, люди влюбились друг в друга и поженились, что это значит, что они однозначно должны развестись, когда они постареют? Конечно, нет. Но если они не будут искать новые причины для взаимоотношений, уважения к другому человеку, искать в другом человеке хорошее и ценное, и самому давать то же самое другому человеку, даже если он об этом, может быть, не просит, без этого эти отношения угаснут, к сожалению, так или иначе. Потому что отношения — это огонь, которым нужно постоянно подкидывать дрова. Поэтому, если мы хотим построить крепкую и прочную семью, это тяжелая работа, и человек не всегда видит в ней, как бы, отдачу сразу, когда он проявляет массу усилий. Но человек может быть уверен в том, что посредством жизни в семье, посредством существования в рамках такой ячейки общества, он точно раскрывается по полной. То есть человек может считать, что один он реализуется намного лучше, чем вместе с кем-то. По правде сказать, это может быть так, но когда человек живет один, ему не с кем сравнить то, что он делает, то, что он придумывает. Да, он может быть в рабочем коллективе с людьми это спрашивает, но только по-настоящему близкий к тебе человек может подсказать тебе какой-то новый взгляд на то, что ты делаешь, оценить вообще, ценно ли, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Постоянно поддерживает тебя в таком тонусе по поводу того, что важно, что не важно, на что стоит обратить внимание, на что стоит не обращать внимание. И да, семья — это в какой-то мере стресс, и не уверен, что есть семьи, в которых никогда не бывает ссор и конфликтов. Это как раз связано с тем, что у людей разный взгляд на вещи, и благодаря этим ссорам и конфликтам, если люди относятся к ним конструктивно, как раз это помогает по-новому все переоценить и поднять отношения на новый уровень, если люди справляются с этим. В любом случае семья помогает человеку делать те вещи, которые он собирается делать, может быть, не так эффективно, как он бы делал их один, но зато эти вещи имеют более настоящий смысл того, что он делает. Потому что человек может создавать прекрасные вещи, но если при этом он не соотносит их со своей жизнью, с того вообще, ради чего он живет, то в какой-то мере это вещи в пустоту. Для того, чтобы человеку построить такую семью, нужно изначально искать взаимоотношения, которые будут строиться на этих принципах. То есть не когда человек ищет, с кем попробовать совместную жизнь, а когда человек изначально заявляет, что он ищет себе партнера для совместной жизни, он заявляет о своих приоритетных ценностях, заявляет о тех вещах, которые ему физически, например, неприемлемы для жизни. Когда человек с таким отношением подходит к созданию семьи, тогда, если эти вещи людей устраивают, понятно, что за короткое время может и не вспыхнуть какая-то любовь. Но если у людей есть некая приязненность, и они видят, что они двигаются в мире в одном и том же направлении, то со временем это чувство разгорится и станет настоящей любовью, которая будет становиться все сильнее и сильнее. В отличие от того, когда люди начинают встречаться только на таком чувстве влюбленности, на чувстве страсти, которое со временем может легко, и обычно так это и происходит, угаснуть. Поэтому не обязательно людям пробовать совместную жизнь, чтобы понять, смогут они строить семью или нет, а наоборот определиться, в принципе, для начала подумать, что тебе важно, и потом искать себе пару с таким подходом. Если человек думает, что вот он нашел себе человека, который ему подходит, как он считает, и другой человек его устраивает, но при этом его внутренние ценности не соответствуют ценностям этого человека, обычно это выглядит так, что каждый думает, ага, вот у нас отличные отношения, на данном этапе нас все устраивает, при этом я как бы стремлюсь вот к этим вещам, другой человек, я знаю, в принципе, что он не стремится к этим вещам, но я думаю, что со временем он примет мою позицию. Забавно, что другой человек, скорее всего, думает точно так. Поэтому если у человека есть определенные ценности, к которым он стремится, а другого человека ценности, ну пусть не противоположные, но другие, не эти, которые как бы идут параллельно, не надо думать, что другой человек со временем примет эти ценности. Если он готов их принять, то пусть примет их и начнет по ним жить, а потом можно строить взаимоотношения, либо он не готов к ним, и тогда в конце концов вот это различие в тех вещах, ради чего человек живет, оно так или иначе проявится в отношениях и станет проблемой, у которой не будет решения, кроме как эти отношения закончить. Потому что невозможно существовать, когда люди в реальности на самом деле двигаются в противоположных направлениях или просто параллельно. Да, были какие-то общие пересечения, но как только они уйдут, все закончится. Поэтому стоит очень сильно подумать, во-первых, о том, к чему ты сам стремишься, что для тебя в твоей жизни важно. Не только в духовных аспектах, но и в физических аспектах. То есть, если у человека есть какие-то непримиримые вещи, с которыми он не готов мириться, не готов идти на компромисс, ему важно для себя это определить и в случае знакомства с другим человеком сказать ему об этом раньше, чем он сам узнает об этом позже. То есть, если, например, для человека неприемлемо, когда кто-то разбрасывает носки по квартире, он прям вообще физически его это коробит, или когда беспорядок в доме, надо думать, что ему удастся перевоспитать другого человека, если для него это, в принципе, вообще не важно. Либо другой человек принимает эту позицию, ну, если у него у самого нет противоположной непримиримой позиции, что ему нужно, чтобы было все разбросано. Либо человеку придется поступиться. И если у каждого из людей здесь эта вещь, которая связана с чувством минимального комфорта, то здесь не удастся найти какого-то общего знаменателя. Это будет постоянной причиной для ссор. Вряд ли люди хотят, чтобы у них были такие, как бы, постоянные поводы, о чем поссориться. То есть все хорошо, но у тебя все время есть причина, почему придраться к человеку. То есть плохое настроение – отлично, ты разбросал носки, все, ты плохой. Поэтому важно понять про себя, кто ты такой, чего ты хочешь в жизни, что тебе мешает, что тебе помогает. И когда люди встречаются, знакомятся, понять то, чем живет другой человек, и что важно тебе, и как он к этому относится, и понять, соответственно, что важно другому человеку, и готов ли ты делать эти вещи. Если, например, человеку важно, чтобы ты не забывал ему каждую неделю дарить цветы, то ты должен про себя решить, что ты сможешь это не забывать, или что у тебя будут на это время не деньги. Если этого не будет, то будет понятно, что для другого человека это будет тяжелой травмой, что его не любят, к нему плохо относятся и так далее. Это то, что касается знакомства. То есть наоборот, когда люди встречаются на основе влюбленности, живут вместе, имеют половые отношения, очень часто вот эта страсть и любовь, которая может быть у мужчины и женщины, она может закрыть людям глаза, на реальные аспекты в совместной жизни. И руководствуясь только вот этим чувством влюбленности и желания к другому человеку, люди могут вообще не строить отношения, и в конечном итоге, то есть это будет какой-то минутной связью, которая потом закончится так же, как началась. Потому что и от этого тоже люди устают, и если они не создали какие-то другие причины для взаимоотношений, то эти взаимоотношения закончатся. Если люди уже живут совместно, то есть уже у них есть семья, которая так или иначе началась, так или иначе построилась, то все эти советы, они также имеют отношение друг к другу, то есть если человек хочет, чтобы его семья продолжала существовать, ему нужно, если он об этом никогда раньше не задумался, то ему стоит задуматься над тем, что он делает для того, чтобы это продолжалось, к чему стремится его вторая половина. И если эти вещи различные, то нужно стараться, чтобы это не стало как бы помехой для взаимоотношений. Я не призываю людей разводиться, потому что развод — это всегда очень плохо, если люди только не могут найти как бы совместные какие-то точки для пересечения. То есть пока у людей есть минимальное желание жить вместе, что-то, что их связывает, можно продолжать выстраивать эти отношения на одних принципах, на других принципах, искать, что человеку важно. И даже если человек не разделяет до конца твои принципы, можно как бы искать с ним связь в других отношениях, потому что если люди уже живут вместе, и это не 5 минут длится, то вполне возможно, что у них есть, да, глубинная связь, и значит, что у них есть что-то, что их связывает, и можно делать эти вещи более сильными, углублять их, и пытаться найти друг у друга какие-то нетленные вещи, то есть те принципы, которые не изменятся со временем жизни, и попытаться либо принять те принципы, которыми живет другой человек, либо объяснить ему важность своих принципов и почему они являются ценностью как бы для любого человека, чтобы другой человек тоже мог двигаться в том же направлении, что и ты. В общем, если подвести некий итог, семья – это очень важная вещь, которая помогает человеку по-настоящему реализоваться в этом мире, более того, про это написано очень много вещей, вплоть до таких ситуаций, что богатство дается мужчине ради его жены, и так далее. Семья – вещь важная, непростая, которая требует массы усилий от человека, которые, как ему кажется, иногда отвлекают его от его основной деятельности, на самом деле это не так. Семья – это тоже важный проект, как раз на почве которого все, что человек делает, это остальное получает настоящую ценность в глазах Всевышнего, в глазах других людей. Оно становится не оторванным, не висящим в воздухе, а привязано к реальным потребностям этого мира, к реальным его ценностям. Поэтому хочется пожелать всем много сил и благословения на то, чтобы построить настоящие крепкие семьи, которые будут существовать не 5-10 лет, а до прихода Машеха, чтобы в семье была любовь и мир и благополучие. Почти все из этого зависит от наших усилий. Сколько мы к этому приложим, столько мы и получим. И даже если есть какое-то минимальное взаимоотношение между людьми, то, на чем они еще готовы продолжать отношения, даже если вроде бы все плохо, тем не менее стоит попытаться до последнего сохранить семью и искать способы, чтобы в конце концов продолжить совместное существование.